Книга «Открытым оком» Том 2. Сема Лавкин книги. Вопрос 794. Вам приходится слышать свой адрес, много нареканий, терпеть нападки. Всегда ли нужно отвечать на них? Или, как учат святые отцы, просто промолчать и помолиться за обижающих? Как говорится, на каждый роток не накинешь платок. Собака лает, а караван идет своей дорогой. Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. Не всегда, но приходится, потому что есть и другая поговорка, что когда человек не отвечает на обвинение, тогда ему говорят, молчишь, значит все сказано о тебе правда, а тебе и сказать нечего. Поэтому я отвечаю нападающим почти всегда и очень часто целой серией ударов. Скажу, что ни разу еще не пожалел, что у меня такая тактика. Я ощущаю в этом милость Божьего укрепления, видя, как враги рассеиваются, а друзья одобряются. Ободряются. Игнатий Тихонович Лавкин. Вышедшие в мир, в грех, в глуд. Они одной из статьй из КПРФ, смотри фильм-пролог, стеретиками, улюлюкают и травят меня от твоего родного старшего брата. И ты не только не устремилась на защиту обрекаемого на смерть, но и оказалась в их рядах вместе с мужем. Они твердили на суде в один голос, что и статья, и рисунок соответствует действительности, что потеряя в кепталитарной сектах, ты в секте. В статье же утверждается, что потеряя в киберске, моего ведома, никто не может жениться, самостоятельно воспитывать своих детей, правильно забивать гвозди. Защищая выступление мужа Петра, ты тоже делаешься виновной. Ибо точно так же должна соглашаться с выводами суда, построенного на лжеобвинениях наших соратников и твоего мужа. И с рисунком, изображающим нечистую силу, тоже согласна. Когда же в твоей совести произошла полная переориентация, трансформация и в деле с Геннадием Петровичем? Я ведь только оборонялся. И Петя твой заливал меня на суде страшной пакостью, продолжая это делать и сейчас, измысливая то, что якобы было около 15-20 лет назад. А я обороняюсь. И мне нельзя не обороняться, ибо за мной стоит вся моя духовная деятельность. Очень похоже, что решение суда 13 марта 2001 года будет отменено. Об этом я прошу в своей касационной жалобе в коллегию Краевого суда. Об этом мы усердно молимся. Вот тогда-то и будет еще одна печаль дьяволу и его клевретам. Столько трудились, и все напрасно, попусно. Мы молимся о торжестве истины, о защите от еретиков, богохульников. А о чем можете вы молиться, и кому, если идете в суд помогать нападающим на меня, позорящим меня и вас, к отщепенцам и еретикам, идете топить родных и близких? Ясно, что у вас нет ни честь, ни совесть, ни страха Божия, но есть много желчи, злобы ядовитой и все потопляющего безумия. Может ли быть с вами Бог святости и любви? Но это пройдет. Какой псалом Давида вы можете читать со звезами перед Господом, ища защиты от львов и драконов вместе с гонимым царем и пророком? И от кого искать защиту будете? Наши же все друзья, и я молимся по псалтире с поклонами Христу, спаситель в день и ночь, чтобы пролил он милость на ожесточившихся. Обратил еретиков на путь спасения. Сердца судей направил к истине. И да не вменит им Господь, бывший уже свидетельств на суде Божьем, ибо не знают, что творят, разыгрались, как малые дети без отца. Я опять один, как тогда на суде в восемь шестом году в обороне, и ни тогда, ни сейчас я ни на кого не показал ни одного обвинения, ни одного ни разу, запомни это хорошо. Так с кем же, по писанию Бог, конечно, с теми, на кого клевещут, а враги будут жестоко поражены и поскорблены, попраны, как уличная грязь. Еще не поздно, опомнитесь, разумитесь, остановитесь, покайтесь и живите тихо. А я легко и радостно в молитве прощаю вам все, что вы сделали лично против меня. Игнатий. 2 апреля 2001 года. Город Барнаул. Тому, чьи руки в кандалах, кто в эту ночь во тьме падет, кто позовыв о слове страх, кто видит в сумерке восход. Тому, кто врошен палачу, кто проклят, предан и гоним, кто верит первому лучу и этой верою храним. Я говорю, мужайся, друг, грядут иные времена, сквозь ложь и боль, и горе чму приходит будущее к нам. Над смутным ликом мертвецов оно склоняется в ночи, и слабых делает борцов, и из цепей куют мечи. И кто был нем, обрел слова, и кто был слеп, раздвинул тьму. Ты слышишь? Бьет девятый вал. Ты видишь солнце? Верь ему. Солом 83.12. Федор Иванович Кютчев. 1873 год.